наконец-то я доехала до рынка 10 час поздновато конечно ну что делать так получилось идем посмотрим может найдем прилично интересно ну здесь я редко что-то еще редко что-то бывает хорошее правда вот сумки висят все видно тоже очень хорошие нет ничего здесь хорошего нет сейчас пороюсь конечно вдруг что-то выставлять кстати за кожаная что-то что такое Лейбуй Песен Андрея, у меня Ну, так что-то Рега, ой, дну я работу Что это такое? А, это цержеточение, но страшненькое, страшненькое Походу Котёк Может, она просто грязная Нет, такая вроде ничего А, ну, я сверху Всё поняла Ну, как говорится, это её дочь назошла Смотрите Сумки появились Ну, это, конечно, липа А вот это Блюмарин Ободранная, жалко Что дальше? А, пока ничего Нет, нет Была когда-то, между прочим, неплохая Но уже раскрылась И ничего Хорошо Девочки-машки Смотрите В основном В большей степени Это всё Дерм, Макей Кошзан Хорошие сумки Здесь попадаются Достаточно редко Такого на Кельвин Клайн Похожи Джинс Кельвин Клайн Джинс, да Ободранная Не понятно, что Супер Супер Я уже смотрела, это барахун. Максмара, это не настоящая, это настоящая, не настоящая. Что по обуви по обуви, много чего. Все потюлены уже, да нет, они вроде новые, но вид у них такой потрепанный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Просто в таком виде всё, жутком, на самом деле. А так всё новое. Как они говорят, Робанова. Ну, вот такой тапк. Ай! Ну, а перед тем, как снимать видео о покупках, что я купила на секунде, хочу вам показать. Вот мой красавчик, я его обожаю. Без него жизни, как говорится, не представляю. Что хочу сказать. На самом деле, все мои друзья итальянские очень сильно удивляются с вопросом. И задают мне такой вопрос, зачем тебе чайник? Почему такой вопрос? Потому что итальянцы не пьют чай вообще. Говоря вообще, это значит никогда. То есть, мои друзья итальянцы, я ни разу не видела, чтобы кто-то из них пил чай. Я чай пью, я чай люблю. Я люблю разные чай. Конечно же, здесь в Италии купить чай хороший. Ну, не знаю, достаточно сложный. Я покупаю в пакетах. Ну, вот для меня он слабенький. Такой немножко, знаете, как закрашенная водичка. Ни вкуса, ни цвета, ни радости. Хочу купить себе рассыпной чай. Но, на самом деле, здесь он достаточно дорогой. Не знаю. Мне почему-то казалось, что в Украине я покупаю его дешевле. Ну, то есть, 17-15 евро. Железная коробка чая. Наверное, сейчас у нас тоже такие цены. Ну, не знаю. Может, я ошибаюсь. Ну, вот, короче говоря, я чайником довольна. Работает он замечательно. Не могу сказать, что часто им пользуются. Ну, достаточно часто. А итальянские друзья мои не понимают меня. Зато ты все время вопрос, зачем тебе чайник? И давайте о покупках. Давайте я начну с сумок. Так как я показывала много сумок. Я все-таки купила вот эту сумку Max Mara. Давайте я начну с нее. Я, конечно, меня вообще-то смутила эта этикетка. Борса странная. Не знаю. Но, скажу честно, это настоящая Max Mara. Честно, не честно. Почему? Ну, посмотрите. Во-первых, здесь все признаки оригинальности. На каждой заклепочке стоит Max Mara. Везде, видите. Молния точно такая же, как у меня в сумке Max Mara. У меня есть сумка Max Mara. Есть такой же, кстати, кожи. Посмотрите. Все заклепочки. Вот тут есть сбоку тоже вот такая вот заклепочка Max Mara. Внизу также написано Max Mara. Сумочка, видите, небольшая. Достаточно вместительная. В общем, не маленькая, а небольшая. Мне не очень нравится форма на самом деле. Я, признаюсь, купила ее только потому, что это Max Mara. К тому же новая, а скрипит еще ужасно. Сейчас я вам ее открою, покажу. Странно, в такой куче всякого мусора была сумка. Тут у меня лежит газета. Я еще не вытаскивала. С рынка осталось. Вот, смотрите. Подкладка тоже вся брендированная. Вот видите, Max Mara. И сейчас покажу. Вот видите, на подкладке тоже написано вот внизу. Не видно пока. Вот видите, внизу Max Mara. Эту сумочку я продавать не планирую. Я показала ее маме. И мама сказала, это мой размер, мой цвет. Она хочет, и я оставляю ее для нее. Так что вот такие дела. И вторую сумочку, которую я купила, это сумочка просто кожаная, черная, фирма Missoni. В хорошем состоянии. Конечно, она не новая, как предыдущая. Но достаточно в приличном состоянии. У нее логотипы тоже вот на заклепках. Буква М. Здесь также на молнии вот здесь стоит логотип Missoni. Видите? Как видите, она особо даже и не потертая. Где видно, что она ношена, это вот на вот этих вот бортиках. Потому что они белые. И видите, они немножко потресканные. Вот здесь, конечно, видно ее износ. В остальном она в общем даже в приличном состоянии. Сейчас я вам покажу ее подклад. Вот такой подклад, характерный фирмы Missoni. Как называется, это зигзаг, елочка. Вот тут тоже логотип Missoni. Кармашек с молнией. Сейчас я вытащу этот пакет с газетами. Видите, стучат об стол железные кольца. И вот так она выглядит изнутри. Вот такая вот кожаная сумочка. Идем дальше. Теперь давайте перейдем к одежке. Я принесла одежду, которую купила. Видите, немного. Ну, в общем, так что-то есть. Начну вот с этой маечки дизель. Обычная белая майка. Конечно же, я стараюсь брать брендовые вещи. Потому что они лучше продаются. Лучше носятся. Лучшего качества. Ну, для меня так точно. Вот такая вот здесь вышивка пайетки. Вот видите, здесь на плечах вот такие вставочки. Самое странное, что одна длиннее, другая короче. Дизель. Пайетки. На спине есть вот такой вот железный логотипчик дизель. И этикетка с составом. Маечка немножко мятая, но в хорошем состоянии. Скажем так, очень даже в приличном. Она ее не покосила. Мне никаких пятен. Ничего нет. Отлично. Просто немножечко примялась. Я ее гладила, стирала. Но уже сложила. И она опять помялась. Вот такая вот маечка. Далее. Были вещи с этикетками. Видите, вот рубашечка. Это рубашка фирмы Uniqlo в размере XS. Черная. У нее еще до сих пор, видите, стоит вот такая вот пластиковая штучка для воротничка. И бумажечка с ценником. Ценника, правда, здесь, по-моему, нет. А, нет, есть. Она стоила 29,90 евро. То есть 30 евро, грубо говоря. Совершенно обычная черная рубашка. Естественно, как видите, новая. В отличном состоянии. Отличного качества. Знаете, такой катон маслянистый. Очень приятный. Очень хороший. Не буду полностью разворачивать. Просто обычная черная рубашка. Далее это была футболочка. Футболочка также новая. Но, видите, она немножко тут запачканная. Ну, это, я так понимаю, просто, знаете, как грязь, пыль. Ничего такого конкретного, особенного, плохого на ней нет. Просто грязь. Немножко пыли. Вот такая вот футболка. Это, по-моему, вискоза в размере М. И вот такой бренд мне попадается впервые. То есть я раньше, наверное, просто не обращала на него внимания. Бренд достаточно приличный. Что-то в районе Юникло и Кос. Ценовая категория такая. Вот у нее, как видите, тоже этикеточка. Стоил она изначально вообще 44,90 евро. То есть 50 евро это не мало для футболки. Совсем. Да, скажем. Да, она симпатичная, полосатая, желтая. У нее, видите, такой розовый воротничок. Она очень приятная, маслянистая к телу. Очень хорошего качества, замечательного. По составу я, по-моему, говорила, что это вискоза, да? Сейчас скажу точно. Катон 67 процентов. Лукел. Не знаю, что такое за лукел. По-моему, я читала вискоза в переводе. И 30 катона. Сейчас найдем на русском. Люцел нашла. Люцел и хлопок. Странное название. Люцел, не знаю. Ошиблась, наверное, это не вискоза. Вот такая вот футболочка. Идем далее. Ну и последний на сегодня это юбка. Это юбочка фирмы Banana Republic. Мне очень нравится цвет. Как видите, немножко искажает. Он не сиреневый, как показывает камера. Сейчас, подождите. Немножечко поменяю ракурс, наверное. Не сиреневая, а просто ярко-малиновая. Вот, Banana Republic в размере 6. Индия. Это 100% катон. Совершенно обычная. Юбочка-карандаш. Кармана, к сожалению, у нее нет. Она длиной до колена. Ну вот, в общем-то, и все. Есть у нее подклад. Сзади молния и шлица. Вот такая вот юпенция. Ну, в общем-то, на этом все. Всем удачи. Хорошего настроения. До новых встреч. Люблю, целую. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok